В стране приступили к выполнению поручения о строительстве в России пяти межвузовских кампусов. Ранее их дал президент Владимир Путин. Проект строительства в Перми межвузовского кампуса, в котором смогут учиться и жить российские и иностранные студенты, отправили на участие в конкурсе на получение федерального финансирования. Пермский проект предусматривает строительство общежития для проживания почти 5000 человек, коммерческие сервисы, общественное пространство для комфортной работы и взаимодействия студентов, спортивный комплекс, ландшафтный парк. Общий объем капитальных вложений оценивается в 17,1 миллиарда рублей. В Пермском крае 692 человека заразились коронавирусной инфекцией после вакцинации. Это 0,1% от сделавших прививку от ковида жителей региона. Отмечается, что из числа заболевших 290 вакцинированных заразились после введения первого компонента препарата еще 402 человека после второй прививки. В том числе 322 человека заболели спустя две недели после полного курса иммунизации. Два из пяти автобусов, поступивших в Березники, вышли на маршрут до ЖК Любимов. В июле при содействии корпорации развития Пермского края Березниковский автопарк пополнился еще пятью автобусами. Напомним, автобусы марки «Лиас» переданы региону безвозмездно департаментам города Москвы. Всего в край поступило 40 машин. Пять из них уже приняты МУК ВД-канал города Березники. Первые автобусы, оснащенные системой видеофиксации, уже вышли на маршрут номер 28. Техника оборудована электронными табло, автоматизированной системой навигационного контроля и управления общественным транспортом. Автобусы низкопольные подходят, в том числе до перевозки маломобильных категорий пассажиров. Остальные три автобуса выйдут на линию в августе после проведения технических процедур и установки необходимого оборудования. Планируется, что автобусы будут работать в том числе на маршрутах номер 23 и 28 до ЖК Любимов. Это поможет снизить загруженность действующего автопарка, сделать комфортным передвижение жителей нового микрорайона из Правой Бережной в левобережную часть города и обратно. Обратить особое внимание на этот вопрос в рамках рабочего выезда в Березники поручил глава региона Дмитрий Махонин.